всем привет с вами вячеслав витек я продолжаю обзор и анализ партии матч альфа-зира стоквиш и сегодня вам покажу классную партию в процессе анализа данной партию меня возникла масса вопросов и по ходу демонстрации я их озвучу и постараюсь ответить и так белыми играет нейронная сеть альфа зира черными стоквиш поехали конь f3 e6 c4 конь f6 конь c3 слон b4 ферзь c2 2 0 а3 слон c3 ферзь c3 d6 b4 e5 e3 слон g4 слон е2 слон h5 d3 конь bd7 слон b2 вкратце скажу о дебюте я думаю многие из вас уже заметили что нейронная сеть куда больше куда с большим пиететом относится к слонам в руках альфа-зира два слона это страшное оружие ладья f8 2 0 ферзь е7 ферзь c2 a5 h3 h6 ладья fc1 и b6 и вот очень интересный момент и по сути мой первый вопрос я думаю практически никто из вас не угадает следующий ход белых это практически реально нереально как мне кажется ни один человек так не сыграет в этой позиции последовал ход ладья f1 да но вот не совсем понятно сначала делается ход ладья c1 черный играет b6 что в принципе наверное полезный для них от дальше ладья уходит на f1 на мой взгляд крайне странное решение и трудно понять и даже объяснить почему альфа-зира сделала такой ход единственное предположение которое у меня возникает позиция не носит открытого характера и вполне возможно что белые могут потерять один или два темпа но опять же с другой стороны позиция не полностью закрытая и распоряжение белых место хода ладья f1 были и другие активные возможности как вариант могу предположить что нейронная сеть просто провоцирует сток фиш на какие-то активные действия дабы в дальнейшем создались предпосылки для активной игры или возможно создали слабости поехали ладья f1 ферзь е6 здесь еще один странный ход из этой же серии следует ход ладья f1 и так давайте еще раз посмотрим белые потратили три темпа ладья fc1 ладья f1 и потом ладья е1 сразу возникает вопрос почему бы сразу не сыграть ладья е1 да но свое предположение я высказал двигаемся дальше следует ход c5 и b5 тоже очень интересный момент как мне кажется нас детство учили что снимать напряжение не очень хорошо в данном случае после хода b5 белые снимают напряжение с ферзио фланга но у нейронной сети несколько иное видение данной проблемы ведь после хода b5 белые захватывают пространство на ферзио фланге плюс ко всему на будущее создаются форпосты ну скажем поле c6 или поле a6 и как мы увидим в дальнейшем именно пешка на b5 тоже оказала очень огромное влияние на конечный исход обратите внимание на данный прием то есть здесь сразу не видно да как белые в дальнейшем могут достучаться до ферзио фланга но как мы увидим именно эта пешка в конечном итоге повлияла на результат итак двигаемся дальше следует ход ладья a d8 ладья a d1 конь f8 король h2 ферзь d7 a4 ферзь c7 конь h4 слон e2 ферзь e2 d5 конь f5 и вот возникла на мой взгляд критическая позиция в данной партии как мне кажется эта позиция ничуть не хуже у черных и здесь они не должны по определению стоять хуже у них в центре небольшое превосходство да у белых возможно слон более активный нежели скажем так конь у черных но у них опять же лади по центру у них небольшое превосходство в центре и как мне кажется объективно позиция не выходит за рамки равенства но максимум что я могу предположить это небольшой перевес белых но никак не хуже или явно хуже и вот следующий ход черных вновь вызывает массу вопросов черные сразу снимают напряжение и играют d4 судя по течению партии и по анализу уже этот ход вполне возможно серьезная неточность а возможно даже ошибка в распоряжении черных были и другие хорошие продолжения но в частности можно посоветовать ход король h7 суть в том что само по себе сам по себе ход d4 может быть и неплохо идейный но самое важное было вовремя выбить коня с поля f5 но приведу примерные варианты например ферзь f3 есть также ход e4 на что может последовать g6 конь g3 и вот здесь ход d4 уже неплох так как черные поставят коня на e6 и будут контролировать важное поле f4 затрудняя белым возможности атаки ну например на слон c1 можно пойти конь e6 и как мне кажется у черных все в порядке да но вот так же возможен ход ff3 на что может последовать ход e4 и форсированный переход в эльшпиль ферзь g3, ферзь g3, король g3 конь h5, король h2, g6 ну я приведу пожалуй первую линию конь h4 и конь g7 и здесь тоже не совсем понятно почему у черных должно быть плохо наверное на стороне белых есть все таки определенный перевес но не факт что его будет достаточно для чего-то осязаемого как мне кажется здесь черные скорее всего должны уравнять да но в партии был сделан ход d4 следует ход e4 и конь g6 опять же конь g6 скорее всего не точность но здесь черным уже не так-то просто что-то посоветовать честно вам скажу я очень сильно удивился когда анализировал эту партию как мне казалось черные должны здесь решить проблемы да у них хуже наверное уже это объективно но все таки как мне казалось должны решить проблемы в частности там конь e6 ход смотрится неплохо с идеей опять же поставить его на f4 но здесь как оказывается все не так просто черные не успели выбить коня с f5 именно этот конь по сути парализует возможности активной контур игры у черных а дальше как мы увидим разница в активности тяжелых фигур прежде всего ладий ладий здесь перестраиваются по линиям g1 и h1 а у черные ладий по линиям d и e они попросту не играют и давайте посмотрим что же было дальше следует ход конь g6 опять же скорее всего имело смысл пойти король h7 с примерным вариантом слон c1 конь g8 все таки стараясь выбить коня с поля f5 ладья f1 g6 конь h4 и например здесь есть ход f5 но наверное не лучшее решение кстати говоря это первая линия движков скорее всего лучше сыграть конь e6 и как мне кажется здесь черные тоже вполне могут решить проблемы хотя эта позиция уже объективно явно лучше у белых у них простой план провести f4 ну наверное через g3 потом f4 и все таки у них конечно инициатива есть но вот этот вариант на мой взгляд не столь плох как тот что случился в партии и так вернемся следует ход да e4 следует ход конь g6 слон c1 конь e7 и g4 да белые укрепляют коня конь на f5 действительно большая сила а если черные бьют на f5 после gf вскрывается важнейшая линия g по которой белые будут атаковать черных то есть фактически здесь уже можно констатировать что у черных уже очень серьезные проблемы и вполне возможно уже нерешаемые казалось бы конь может успеть попасть на поле f4 давайте рассмотрим примерный вариант конь g6 ff3 и например на коне f4 следует неочевидный ход король g3 то есть белые банально планируют выиграть пешку и здесь у черных уже громадные проблемы все таки они не успевают укрепить коня на f4 итак после хода g4 следует ход коня h7 но это уже игра на отбой и она уже не помогает h4 f6 король g2 ладья f8 ладья h1 белые спокойно развивают инициативу ставят ладьи по линиям h и g и в дальнейшем планируют скрыть игру эта позиция стратегически наверное уже попросту безнадежная то есть обратите внимание буквально 2-3 хода сделал сток фиш неточных и позиция просто разваливается следует ход ладья f7 ладья dg1 конь f5 gf скрывается линия g но понятно что терпеть коня на f5 черным тоже не хочется белые все равно рано или поздно проведут g5 итак конь f5 gf король f8 а с этого момента начинается образцово показательная игра альфа-зера давайте посмотрим король f1 король e7 f4 кстати говоря вот у десятого сток фиша первой линии идет ход ладья g4 и в принципе наверное здесь не принципиальная разница все может свестись к перестановке ходов следует ход f4 конь f8 дело в том что на e в белые ходят как раз ладья g4 и следующим ходом забирают пешку на f4 итак конь f8 ладья g4 ладья e8 ладья hg1 король d8 фе фе слон d2 тоже очень классный ход слон перемещается на диагональ h4 и d8 где будет стоять как вы увидите попросту идеально следует ход ладья ee7 слон e1 король d7 ферзь h2 еще один полезный ход король c8 h5 ладья d7 слон h4 итак первая часть плана белых выполнена fsd6 а теперь ладья g6 я думаю многие из вас обратили внимание на то как часто нейронно сет жетует качество и здесь вновь ладья приходит на форпост качество здесь не играет никакой роли так как черные тяжелые фигуры ладьи они здесь никоим образом не могут проявить активность они попросту упираются в свои же пешки нету открытых линий для игры следует ход fsb8 ладья c6 шаг король b7 и здесь вот очень классный момент прежде всего красочная позиция следует ход ладья король e2 да и на ферзь e8 ладья gg6 то есть и вторая ладья приходит на форпост на поле g6 уже под боем пешка b6 терпеть это невозможно надо бить ладью следует ход конь g6 hg ладья f8 ладья e6 ферзь b8 а здесь белые приступают к отъему материала ферзь бьет e5 ферзь e5 ладья e5 ладья g8 ладья e6 король a8 ладья b6 ладья c7 ладья d6 и здесь ток фиш признался побежденным ну понятно что пешки попросту приходят движение скорее всего даже при поддержке короля эта позиция абсолютно безнадежная и вновь мы видим как ограничивает фигуры нейронная сеть да черные лади так и не заиграли нету открытых линий и здесь слон конечно ничуть не сильнее не слабее любой из лади но понятно что при наличии проходных пешек у белых итак давайте еще раз обратим на ключевой момент в партии как мне кажется этот момент возник после хода черных d4 опять же ходом d4 черные сняли напряжение и в дальнейшем белые блестящей игрой развели инициативу влезли фигурами на фарпост прежде всего на g6 влезли тяжелыми фигурами ладьями и в блестящем стиле победили но вот эта позиция еще раз повторюсь как мне кажется если и хуже у черных то не намного и вполне должна держаться здесь пока не видно за счет чего белые должны развивать мощнейшую инициативу да вот такая вот партия после анализа которой у меня возникло массу вопросов я их озвучил и хотелось бы услышать ваши комментарии во первых по поводу неординарных движений и неординарных продолжений и маневров в белой ладьи на c1 на f1 и потом на e1 и вот насчет этого ключевого момента где черные сыграв d4 сняли напряжение с центра и в дальнейшем белые развили мощнейшую инициативу я надеюсь вам понравилась данная партия ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за внимание до новых встреч 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 до новых встреч